Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. У нас по-прежнему льют дожди, на улице видеосъемку делать совершенно невозможно. Теперь буду все чаще снимать томаты, срывать и показывать дома. Вот сейчас небольшой перерывчик у нас в ливне. Я выскочила, чтобы обобрать томаты спелые. И вспомнила о том, что еще весной обещала вас провести по всем закоулкам, по всем уголкам огорода, даже самым неприглядным. И вот сегодня мы посмотрим мою старую теплицу. Здесь мы еще ни разу не были. Вот видите, мы ее почти не используем. Она сломалась уже давно. Выбросить жалко, но и толку от нее. Весной в нее ничего не посадишь. Сюда я высаживаю ту рассаду, которая у меня остается. Без подписей, перцы, там вон в том конце томаты. Тут несколько дынник посажено, потому что несколько арбузов. Ну хоть чем-то занять ее, потому что мы ее выбрасывать еще пока не решили. Покажу, как перцы растут дикарями. Что значит дикарями? Это значит, что весной я их посадила, перекрестила и ушла. Ни разу не полола, ни разу не подкармливала, даже не подвязала. Тут предназначалось, что я их должна была подвязать, потому что весной я поставила колышки. Но так как томатов много и мне некогда, подвязала может быть две штуки, не больше. Остальные все, видите, они валяются даже, не подвязаны. Естественно, что здесь не было ни одной прополки. Видно, что все затянуто травой. Все-все-все. Перцы кое-где уже там поспели, вот среди травы. Вот теперь мне надо... Ой! Теперь буду разгребать эту траву и собирать урожай, который уже здесь в большом количестве нарос. Перцы буквально, ну можно сказать, что да, все облеплены они, вот снизу доверху. Ой, сейчас покажу. О, вот этот успела подвязать, даже весной я. Подвязала я, говорю, прям несколько штук, две-три штуки. Вот эти перцы у меня. Ничего я с ними не делала. Вы видели, в той теплице я вам показывала, что я там все-таки их пропалывала два раза. Два раза окучивала, рыхлила. И два раза обрабатывала. Один раз от вредителей и один раз от болезней. Синее-голубое опрыскивание. Эти, видите, не тронуты человеческой рукой. Видно, что лист у них чистый, никаких обработок вообще не было. И что парадоксально, я уже много раз говорила, что в огороде случаются такие парадоксы, что те растения, за которыми не ухаживаешь, они еще лучше растут. На те перцы у меня нападала тля, там какие-то признаки заболевания я находила. Эти дикоросы, они такие зеленые, они такие пышные, ряды сомкнулись там, где должны были быть дорожки, ну потому что они не привязаны. Но они такие хорошие, тьфу-тьфу-тьфу. Вероятно, я их хорошо перекрестила, когда уходила. Вот вчера пришла, один подвязала, чтобы хотя бы не растоптать их. Так, сорта тут, конечно, всякие, тут даже я нашла один фиолетовый сорт, который думала, что уже давно утерян у меня. Он был без надписи, стаканчик, я его посадила. Вот, даже еще фиолетовый перец сохранился с каких-то былых времен. Но вообще, кто понимает, хоть немного в перце, видно, что растения совершенно здоровые. Они хорошие, у них много завязи. И что обидно, я ведь за ними не ухаживала совсем, те, которые там я ухаживала, я сколько потов там пролила, и результат такой же. Ну там единственное, что я раньше посадила, и они уже почти все спелые. А эти вот только еще, ну зато они все такие здоровые, блестящие. И стопроцентно, как сказать, экологически чистые, потому что я с ними вообще ничего не делала. Куда ни загляну, везде висят вот эти перчины в больших количествах. Кусты все в завязях. Вот. Поливала, как говорят, что нельзя холодной водой поливать. Поливала, вот у меня стоит, вот лежит шланг, и вот стоит тренога. Вот такая железная. Просто ставила сюда эту автоматическую крутилку, они еще были маленькие же раньше. И поливала вокруг холодной водой из водопровода. Не повлияло ничего на них. Ни холодная вода, ни отсутствие рыхлений и прополок. Тут вот дорожки, конечно, вообще все заросли. Ну раз уж я вам обещала все показывать, показываю все. Перцы хорошие здесь. Сейчас еще август они будут плодоносить. Многие уже поспели, много красных. Вот сегодня мы посмотрели, как растут перцы в диком виде. Оказывается, не так уж и много надо нашим растениям. Хорошие семена, хорошая земля. Ну и немножко воды. Конечно, я тут не часто их поливала, но когда приходилось, тогда и поливала. Ну я, конечно, боюсь сказать, что надо все так выращивать, что вот посадил и забыл. Нет, конечно, ту теплицу, которая мне нужна для производства семян, я ее держу на строжайшем контроле. Я за ними ухаживаю. Я их там и пропалываю, и обрабатываю, чтобы вырастить хорошие семена. Но вот здесь вот перцы выросли не хуже. Эти будем кушать, потому что они большинство безымянные. Не знаю, где какие. Тут всякие остатки, отходы. И, кстати, тут остатки, которые были слабые, больные. Это такой, как спецприемник для оставшейся рассады, которая не пошла никуда. Вот, посмотрели, как растут перцы в диком виде. Некоторые прищипывают верхушки, формируют куст. Вот здесь он ничего не делан с ним. Дал хороший результат, будет большой урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это не видеоурок, это просто я вам показываю, в каких видах, какими способами можно выращивать разные культуры. Вот это перец, который без участия хозяина вырос. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники, если хотите посмотреть другие варианты выращивания. Есть у меня и перцы, которые я выращиваю с очень огромным уходом. Делаю с ними все. Можете все посмотреть. Набирайте в Одноклассниках Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. До свидания.